Вот, друзья, у нас гость на канале, он сейчас представится сам. Да, меня зовут Павел Черкашин, я возглавляю венчурный фонд GVA Investor & Partners, и мы инвестируем в стартапы на ранней стадии здесь, в Кремниевой долине. И еще помогаем предпринимателям советами и связями для того, чтобы развиваться. А можно такой вопрос задать? Вот у нас довольно значительная аудитория, айтишная, и там и народ в разных странах живет, и американских процентов 10, и из России 50, и 25, и Украина. И там очень много таких людей с инновациями в голове, и очень часто вопросы по стартапам. Вот, например, можно, например, сказать им, ребята, задавайте вопросы в комментариях на канале, а я потом там отберу десяток, и мы с вами минут 15 посидим, и вы ответите. Можно так? Да, отлично. Более того, мы сейчас запускаем боты в мессенджере, в фейсбуке, в фейсбук мессенджере, который ровно для этого, для предпринимателей, чтобы они задавали свои вопросы. Мы поможем и связями, и контактами, и шаблонами документов, и советами. А как попасть туда, в это место? Вы у себя разместите ссылочку. А хорошо, главное. То есть ее еще нет пока, да? Она уже есть, потому что я сейчас буду декорировать ее. Ну да. Хорошо, все, тогда мы с вами договариваемся. А у вас какой-то есть специфический аппетит? Вот что именно вас так вот интересует? Да. У нас в первую очередь аппетит в сторону искусственного интеллекта. То есть человек, как живое существо, уже сживает себя, и мы ищем вот эту следующую версию нас, которая возникнет через 2-3 поколения. Все, что помогает эту следующую версию нас создать, нам очень интересно. То есть любые технологии искусственного интеллекта, машинное обучение, обработка больших данных сложная. Нам интересно все, что связано с финансовыми сервисами. Нам интересно все, что может подорвать устои, скажем так, любой традиционной индустрии. Когда можно прийти с новой технологией и без огромных затрат на инвестиции, на инфраструктуру, поменять кардинально правила игры в той или иной индустрии. Есть огромное количество этих индустрий, там от сельского хозяйства, недвижимости, вплоть до юридических услуг, например, да, которые до сих пор, или там финансовых услуг, которые до сих пор живут по законам 17-18 века. Они уже давно должны перейти на какие-то новые законы, придумать эти законы, придумать технологии, которые будут управлять этими индустриями. Вот это самое интересное. А вот такой вопрос, я как человек, который в образовании, мне все время вопросы задают, знаете, вот, ну типа, какой язык там лучше учить, например, да? Ну, это я справлюсь. Ну вот, например, такой вопрос, в чем вообще основная ценность человека? Вот не в языке, а вот что? Ну вот, можно, например, хорошо программировать, независимо от языка. А есть вот какой-то более высокий уровень, может быть, еще более высокий уровень? То есть вот, что главное? Человек как предприниматель? Человек как, ну я не знаю, студент, может быть, как студент, или, может быть, начинающий специалист молодой. Вот Майкл Блумберг, пару дней назад он выступал перед выпускниками в Чикаго университетном. И он им сказал, самое главное, что вы получаете в университете, это не то, что у вас в учебном плане. Вот это, что самое главное для человека, который вступает в жизнь, который растет, какие-то планы у него в жизни. Самое главное, любить то, чем он занимается. Да. То есть человек, который занимается своим любимым делом, не идет на компромиссы, особенно это заметно со студентами. Да, вот я сейчас, там, поучусь тому, что мне родители просят, а не тому, что мне интересно, зато потом займусь своим делом. Потом, ну ладно, пойду поработаю пару лет, минимум неудобной работе, зато потом займусь своим делом. Потом, ну ладно, сейчас еще перейду на следующий уровень. И потом человек к 30-40 годам понимает, что он всю жизнь занимался не своим делом. Потому что он все время шел на компромиссы между тем, чем ему на самом деле хочется, и тем, куда его подталкивает общество. Вот успешными людьми становятся только те, которые реально занимаются тем, что им нравится, и которым нравится, и который прет от того, чем не занимается. Ну, а тогда, может быть, вот такой вопрос, но... Как бы это ни казалось диким или странным? Ну, мне-то как раз это не кажется диким. Но вот тогда другой вопрос, может быть, на него очень сложно ответить, но... А вот очень много людей, которые, они бы с радостью, только они не знают, а как найти? То есть кто-то вот был благословен, понимаете, и он знает, что он хочет. А другой человек, он открыт, он как бы хочет найти, что он хочет, но он не знает, что делать. Есть какой-то ответ на это? Я считаю, что это оправдание. Это отговорки для самого себя. Вот когда ты лежишь утром в постели, и тебе нужно встать по будильнику, то мозг предложит длинный и очень подробный список причин, почему конкретно сейчас вставать не нужно. Почему нужно еще 5 минут поспать, 10 минут, 30 минут. Это все отговорки. Потом, если ты снял ногу с кровати, потом вторую, потом встал и дошел до ванной, то ты понимаешь, что на самом деле тебе нужно было встать. Это важно. Вот это все отговорки из разряда, что у меня нет возможностей, потому что мне их не дали кто-то извне. Все возможности человек берет сам. Он есть в эпоху интернета и есть вся информация. В эпоху открытой путешествий можно за тысячу долларов приехать сюда. Я знаю людей, которые строили свой стартап, живя под окнами офиса, в машине. Потом продавали компанию за десятки миллионов. Потому что они делают это не для того, чтобы комфортно жить. Они делают это, потому что они не могут не делать те вещи, которые нравятся. И потом уже они превращаются в большие бизнесы. Да, ну что ли, мне нравится. Друзья, мне тоже говорят, что Миша Портнов зарабатывает на вновь прибывших. А я не могу не делать школу. У меня жена говорила, что не надо. Она с меня подписку брала, когда мы приехали в Америку. С меня жена брала подписку, что я никогда не буду никаких школ делать. И мы работали инженерами. И потом я говорю, как же ты мне позволил? Она говорит, что тебя остановит было нельзя. Она плакала, она уговаривала. А ты помнишь, да, ну там есть свидетели, они помнят это все. Поэтому, ну что же, мне очень близко то, что вы говорите. Я просто желаю ребятам, которые нас смотрят сейчас, чтобы они нашли. Чтобы они ногу, одну ногу, вторую ногу и пошли бы на поиски. Дан, спасибо большое. Я тоже, если не желаю. И как только начнете этот путь, приходите, спрашивайте вопросы, не стесняйтесь. Отлично, спасибо.